Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Найти каких-нибудь друзей русских там или каких-нибудь там школ или соседей по гестхаусу И попытаться с ними найти какое-то себе жилье Вот Искать, ну я бы рекомендовал искать все-таки на сайтах на японских Типа Sumo есть такой сайт Далее там, ну и другие там есть разные веб-сайты по поиску жилья Либо, как вариант, как вариант То есть приезжать на каждую станцию, на которой бы вы хотели жить Например Ну пройтись по этой станции, около нее там Посмотреть, если вас это устраивает То есть если вам нравится эта станция Либо же не приезжать, а можете через Google Maps Это все сделать, это будет быстрее и дешевле Посмотреть Если у вас все это устроило, и все там красиво, так аккуратненько И вы там хотите, то есть, например, жить в этом месте Приезжайте на эту станцию Находите около станции обязательно Там всегда есть Это риэлторская контора Небольшая какая-нибудь И смотрите около нее объявления Так вот То есть, ну по какому принципу То есть смотреть там объявления Естественно В самую первую очередь обращайте внимание на год На год производства этого дома Год может быть очень старый К примеру, там 40 лет Я жил в квартире, которой 40 лет Честно сказать, не очень Мягко выражаясь, скажем так Там могут быть и ржавчины, и плесени, и вонятия, и сырость То есть Словия могут быть вообще просто ужасные И, ну, могут быть квартиры 40-летние И в порядке, ну, как бы нормальные И ничего такого не было Там в них Самый, самый простой и верный способ Это выбирать в квартире Не более Скажем так 10-15 лет Дома Лучше новые Лучше новые Но, в принципе Если нет такой возможности То Тогда Не более 10-15 лет Далее Вы приходите в эту контору риэлторскую Ищите все эти дома Которым не более 10-15 лет Там есть два типа Есть маншины Маншины Это вот Как вот там, например, да Дом Двухэтажный такой Не более двухэтажей обычно они идут Либо же апата Апата Там обычно идет Там 3, 4, 5 этажей Бывает, конечно, и наоборот Что маншины, например, высокие Там здоровые С садом Там с каким-то там еще Фонтанами А апата Там маленькие Небольшие Такие двухэтажные То есть Ну ладно Это не суть важно То есть Далее Выбирайте тип квартиры Какое вам нравится Ну Я не знаю Это уже на ваше усмотрение Сами смотрите Там планировку Все это как бы То есть Для меня, например Интересны были Типа квартир Там ЛДК Один ЛДК Два ЛДК Там три ЛДК И так далее То есть Но Три этом большая, конечно Но один-два ЛДК Вполне Вполне себе нормально Особенно если вы живете Не один А вдвоем Например, втроем То есть у вас у каждого Будь по комнате К примеру Вот ЛДК Это значит Living Dining Kitchen То бишь Совмещенная Жилая Зона Жилая комната С кухней То есть Типы квартир Кей Просто Кей Это значит Что Кухня Как таковой Нет Она в коридоре Там просто будет стоять Плитка, раковина И столик Ну маленький Очень такой Для Что-то порезать Там То есть Вот Это Ну то есть Как бы Очень компактный Очень маленькая Квартира Обычно Там не более 9-12 квадратных метров В ней Если ЛДК То там От 20 Ну и более Как бы 20-30 метров Там могут быть 40 метров Квадратных Там Один ЛДК К примеру То есть Вот вы выбрали Типси Квартир Можете просто Дикий Взять Дикий Это значит Отдельно Это Кухня То есть Это Когда У вас Например Комната Жилая Отдельно И кухня Отдельно Вот как Вот в России В принципе Во многих Так используется Значит Что еще Там Когда вы Выбрали К себе Да Вот квартиру Выбрали себе Год Там Чтобы она Не такая Старая Была Выбрали себе Обязательно Там Площадь После этого После этого Всего Обязательно Обязательно Спрашивайте Сколько Платить Там есть Такие Два Пункта Щекикин И Рейкин Это То есть Оплата Первая Там оплата Идет Это Как подарок Хозяину Дома А вторая Оплата Идет Это Как Типа Депозит То есть Если вдруг Что-то Сломается Там У вас Там Если вы Там Например Пол Стены Там Снесете Там Дома То Когда вы Будете Выезжать С вас Вышти С этих Денег За Ремонт В принципе Вот так Примерно Соответственно Смотрите Щекикин И Рейкин Сколько Он Составляет Вот К примеру Стандартно Это Один Там Один Месяц Написано То есть Это Месячная Оплата Например За Квартиру То есть Вы Вы смотрите Там Или Два Месяца Там Можете Стоять То есть Два Месяца Там Это Двухмесячная Оплата За квартиру Это Все Очень Как бы Сложно Рассчитать Так Но Я вам Скажу Простой Такой Расклад Значит Сколько Вам придется Заплатить То есть И вы Должны Это Уже Держать В уме Чтобы При Выборе Квартиры Уже Примерно Знать Сколько Вам То есть Первое Это Оплата За Первый Месяц Либо Ж В некоторых Случаах Спрашивают Сразу За Три Месяца Вперед Платить Далее То есть Ну Вы Смотрите Там Ага За Первый Месяц Уже В уме Держишь Там Пример 60 Тысяч Ну Или Допустим Чтобы Проще Было Считать Давайте Возьмем Квартиру 100 Тысяч Которая Стоит В месяц Вот То есть За Месяц 100 Тысяч Потом Щекикин Вот Смотрит Сколько Месячных Оплат Там Стоит Одна Например Плюс Еще 100 Тысяч Рейкин Смотрит Сколько Стоит Счет Там Одна Или Две Можете Стоять Допустим Дверь Еще 200 Тысяч Уже 400 Но Это Еще Не Все Вы Смотрите Дальше Там Там Обязательно Значит Идет Оплата За Услуги Этого Риэлтора Фудо Сам Вот Этого Который Вы Там Пришли Неважно Где Вы Будете В Какой Этой Компании Они Всегда Практически Всегда Берут Месячную Оплату За Квартиру То есть Еще Плюс 100 Тысяч Уже 500 Тысяч Далее Это Еще Не Все Далее Там Вам Нужно Обязательное Страхование Обязательное Страхование Дома Страхование Бывает Разное Вы можете Выбрать Свою Страховую Фирму А можете Воспользоваться Фирмами Предложенными В Фудо Сан То есть Если Вы выбираете Свою Естественно Смотрит Сколько Она Томов Требует За Год Оплаты И платите Если Вы Убираете Фирму Которую Предлагает Фудо Сан То Вот Этот Риэлтор То Значит Он Прям Просто Вам Называет Сумму Там Плата В Год Вот Так же Как и Везде В Японии Данные Контракты На Аренду Жилья То есть Когда Вы снимаете Какую-то Квартиру Оформляется На Два Года Стандартно Везде На Два Года Соответственно Оплата За Страховую Часть Вот Это Вот Ну Точнее За Страхование Квартиры Тоже Идет Там Обычно За Два Года На Два Года Сразу Сумма Соответственно Допустим Предположим Что 20 Тысяч То есть 520 Тысяч Уже Вышло Далее Это Че Не Все Далее Еще Идет Сумма За Уборку Квартиры То есть Это Сумма Когда Вы Будете Выезжать И Фудо Сан Этот Риэлтор Будет Приводить Данную Квартиру После В Смывать Там Даже Если Вы Чистюля Там И Вы Скажете Что Я Там Все Уберу Сам Что Не Надо Ничего Там Мне Там Скажешь Не Мы Ничего Не Знаем Кто Вы Чистюля Или Кто Платить Вы Должны Это Еще Порядка 40 50 Тысяч За Вот Эту Уборку Но Это Еще Не Все Смывать Смывать